Твои обетования за то, что ты даешь нашу жизнь. Люди, еще раз здравствуйте. У нас сегодня гости Антон, Сократ. И Сократ это правда, его так зовут. Да, по паспорту. В следующий раз он вам покажет. Друзья, я обещал вам, да, паспорт покажет, да. Я обещал вам рассказать о событии. Вы, наверное, все знаете, это было грандиозное событие не только для нашей церкви, но для всего нашего города. То есть это реально было, я не знаю, для нас это, как сказать, это был акт какой-то веры, не знаю. И это было нелегко. У нас было мероприятие с Ником Вучичем. К нам приезжал Ник. Это было, я даже не знаю, как в двух словах это сказать. Время ограничено, ну там, круто, понятно, здорово. Но это было просто даже немножко... А? Атмосферно. Атмосферно, да. Просто изначально это было даже как-то нереально. То есть это было, ну, как будто невозможно. Когда мы узнали, что он к нам приедет, там было куча разных событий. Но дело не в этом. Дело в том, что все состоялось, все получилось. Мы заполнили зал. И почему я пригласил, с одной стороны, именно Сократа, Антона. И вот я стою. Я просто как зритель. Сократ, как служитель. То есть ты за камера. Я был оператором. Я стоял на одной сцене с Ником, можно так сказать. Мы проводили трансляцию на экраны, мы организовали трансляцию, которая проводилась на экраны, чтобы была качественная картинка, чтобы с каждой точки зала можно было увидеть Ника в хорошем качестве. Потому что у него рост небольшой. Была онлайн-трансляция на телевидении, правильно? То есть прямо в этот момент. А Антон, он организатор от нашего фонда «Доброе сердце». И вообще, по сути, организатор всего этого мероприятия, всех каких-то бешеных встреч, которые были все в один день. Какие-то пресс-конференции от пожарников до инвалидов. Все это там как-то частично было на тебе, я так понимаю. Да, я думаю, этот день не кончится просто. Вообще, на самом деле, по подготовке, ну, время для этой подготовки было, ну, оно ограничено. Просто. Было два месяца для того, чтобы заполнить зал, согласовать всевозможные разрешения, постановления и так далее, о правительстве и так далее. Для сравнения, кто-то за год, ну, минимум за полгода такие мероприятия, мероприятия такого масштаба, планируются. Минум. Кассир.ру, когда мы пришли, ему сказали, нам нужно заполнить 3700, вот эту всю чашу. Это место, 3700 мест. Да, да, да. Они покрутили, сказали, ребят, вы в своем уме, это не Филипп Киркоров. Вот. И на самом деле мы, как бы, все поднапряглись в этот момент и подумали, что будет провал. Хочу сказать спасибо огромное, конечно, вот нашей команде, которые вот именно верой взяли вот эту высоту, которая была неприподъемной для нас. Я просто бегал, я не знаю, там, под всем этим согласованием, какие были, просто сумасшедшие. Пожарная милиция, полиция, ФСБ, там, и так далее, и так далее. Там просто нужно было обижать и подписать много документов. Вплоть до кинологов, да? Да. И, ну, я думаю, что у нас получилось, потому что отзывы сегодня по соцсетям, ну, огромные и колоссальные, и нас благодарили, и так далее. Хочу сказать, дворец спорта, в последний момент он нам скинул определенную сумму денег, которую мы были должны. Позвонили мне буквально в пятницу и сказали, ребята, не надо эту сумму платить, вы просто супер, молодцы, и мы ее оставляем просто, ну, не надо. Слава Богу. Это вообще было для меня... Слушайте, ну, вот вы как организаторы, да? То есть это было и тяжело, это было напряжно, это было это, но изменилось ли что-нибудь? То есть, ну, это был приезд не зря, не только чтобы мы его организовали. Но именно сам его посыл, само его слово. То есть есть ли какие-то... Да. Ты вообще сумел послушать? Я сумел послушать, да. Я просто это оставил, какие-то дела свои, время от времени, ну, я сел на первый ряд, у меня было там забронированное место, и мне нужно было, да, послушать. И я вообще восхищен, что это было прямое Евангелие в наш город, потому что люди были непростые, на самом деле, на этой встрече. Там и из администрации были люди, да? Да, мы раздали много билетов именно таким людям, которые должны были услышать Евангелие. Это раз. Второе, мы отдали 700 билетов на благотворительность, это разным организациям НКО, то есть некоммерческим организациям, которые раздали по своим людям, нуждающимся им. Вот, и был именно хороший Евангелие, хороший посыл именно для людей. Я вообще, я думал, будет все, ну, так обтекаемо, лайтово, но когда в конце заиграла музыка, я думал, будет призыв к выкаянию, на самом деле. Да, я попросил всех встать, когда? Когда всех, да, я все, я думаю, сейчас все покаяются, пойду. Ну, это было прям собрание, я даже не понял в какой-то момент, что мы как будто на собрании, ну, в церкви. Ну, я знаю, многие, которые первый раз пришли, люди вообще просто первый раз пришли, и они прям плакали, ну, плакали, да, да, да. То есть реально их касалось, ну, на самом деле так. Да, когда он в один момент сказал, что для мужчины не нужны руки и ноги, чтобы завоевать сердце женщины, в этот момент я видел много людей, ну, семейных пар, которые они начали прижиматься друг к другу, обнимать друг друга. То есть это, вот это слово, вот этот посыл, он зашел прям в сердца, то есть он прям попал прям в сердце людям. Вот, я в восторге был. Слава Богу, да. И после собрания, вчера же у нас было мероприятие, позавчера, что? Да, да, да. Мы можем говорить? Быстро, очень быстро. Да, мероприятие, куда пришли новые люди, 31 человек покаялся, то есть с этого мероприятия мы позвали их в пятницу, они пришли. И они пришли к нам в церковь. Они пришли к нам в церковь. Они покаялись, да. Че там? Друзья, слава Богу, друзья, спасибо за ваше внимание, за ваше время. Мы перемещаемся в зал, и в конце собрания мы будем молиться вместе с вами, кто с нами остался. Всего хорошего, друзья. Спасибо. Спасибо. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим большие аплодисменты, славу. Спасибо, музыканты. Спасибо. Я приветствую всех, кто смотрит нас на телекомпании ТБН, кто смотрит нас онлайн и на Бог ТВ. Друзья мои, оставайтесь с нами, и будет благословенное время. Присаживайтесь, поцелуйте друг друга, кого имеете право поцеловать, и присаживайтесь в любви. Все на балконе тоже, всем привет. У нас замечательное второе богослужение Библейского центра посольства Иисуса. Я думаю, у нас сегодня будет замечательное собрание. У нас событие произошло достаточно крупное, ну как достаточно крупное, я бы сказал, наверное, самое крупное за всю историю нашей церкви. К нам приехал Ник Вуйчич, и вы все знаете об этом, кто не знает, может быть, слышал, кто не был. В любом случае, это было потрясающее событие. Около 4 тысяч человек посетили дворец спорта Нагорный. Потом у нас была утренняя пресс-конференция, днем у нас была встреча с инвалидами. Потом у нас была встреча на ННТВ в студии, и также она транслировалась еще на Russia Today. Вообще потрясающее было время, и все это время я ездил с ним в машине, мы с ним вдвоем ездили, его команда, которая помогала. И знаете, я-то лично-то еще пережил больше, чем все остальные, потому что я-то был у тела, как говорится. Человек потрясающий не просто судьбы, а еще человек, который умеет нести Слово Божие. И вот когда у нас была встреча с бизнесменами и с общественными деятелями Нижнего Новгорода, там был вопрос такой, что Ник, вы хотите привезти ко Христу, а не ко Христу, а там человек сказал, по-другому выразился. Он говорит, мы слышали, что вы хотите за 10 лет миллиард человек достичь Евангелия. Человек не из церкви, я этого человека не знаю, задал такой вопрос. И Ник Вучич говорит, дело в том, что самое главное, что у нас на земле может быть, это надежда вечной жизни. И надежда вечной жизни, это то, что меня мотивирует. Меня мотивирует не то, как я проживу здесь, а где я буду там. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей спаслись, поэтому у меня есть программа, как за 10 лет. Через телевидение, через мои служения люди познали Христа. Вообще сильно, а я сидел там, ух ты, думаю, надо же, атмосфера, это же все светские люди. Но, друзья мои, здесь мы можем говорить свободнее о Христе, потому что это церковь, аминь. И это так прекрасно, когда мы можем назидаться, и Слава Божьего. Но перед тем, как я буду проповедовать, я нашел один интересный ролик. Хотел бы, чтобы он показал связь, связь Библии, вот этой великой книги, связь с современными научными открытиями. Немного речь, быстрая достаточно, но прислушивайтесь. И я бы хотел, чтобы мы приглушили свет и не торопясь включили ролик. Сначала вот так, шик, приглушим и начнем. Это невероятно. Во Вселенной, где все взрывается и замерзает, на единственной водной планете существуют райские условия для жизни человека. В Библии сказано, что Бог поместил рай именно на Землю. Антропный принцип науки, утвержденный в 19 веке, подтвердил Библию. Этот рай был создан для человека. Там, где нет человека, нет ничего вообще. Современная наука описывает Вселенную терминами времени, пространства, материи и энергии, сотворение которых описано в начале Библии. Только в 19 столетии наука доказала, что у Вселенной было начало. Теория о вечности Вселенной была отвергнута. И утверждена библейская модель Вселенной, которая ветшает, как старая одежда. Первый закон термодинамики, открытый в 18 столетии, подтвердил сказанное в Библии. Общее количество энергии и материи во Вселенной остается постоянным. Это свидетельствует о том, что акт творения окончен. Эволюция невозможна. Образование новых видов никогда не наблюдалось. К концу 19 столетия закон биогенеза подтвердил сказанное в Библии. Жизнь возникает только из существующей жизни. Этот закон никогда не нарушался. Бог, как источник жизни, дал начало всему живому. Также в Библии сказано, что всё творение создано из частиц невидимых глазу. Но только в 19 веке было установлено, что всё видимое вещество состоит из невидимых атомов. В наше время учёные обнаружили, что человеческое тело состоит из 28 основных микроэлементов. И все они найдены в составе почвы. В Библии на первых страницах сказано, что наше тело создано Богом из праха земного. Только Библия даёт объяснение механизма воспроизведения. Эволюция не может объяснить параллельную эволюцию мужских и женских репродуктивных органов. Бог от начала дал каждой твари по паре для размножения. Когда человечество восстало против Бога, нарушив Божье Слово, возникла энтропия, неупорядоченность. И как следствие этого проклятие, тление, болезни и смерть. Энтропия — это второй закон термодинамики, открытый в 18 столетии и прописанный в Библии от начала. Он гласит, во Вселенной всё истощается, разрушается, неизменно становясь всё менее и менее упорядоченным, а несовершенным, как говорят эволюционисты. Сегодня геологи подтверждают сказанное в Библии, что изначально материки были сотворены Богом, как один большой континентальный массив. Современные исследования океанического дна доказывают, что массивы суши были оторваны друг от друга. Всемирный потоп привёл к катастрофическим разломам и смещению литосферных плит. Четыре с половиной тысячи лет назад Бог дал Ною, проповеднику правды, идеальные размеры для строительства ковчега, способного пережить судный день планеты. Судостроители по сей день используют библейские оптимальные размеры надёжного корабля, при которых его длина в шесть раз превышает его ширину. Сейчас геологам известно, что ископаемые образуются только при быстром осаждении и захоронении всего живого в условиях, недоступных для падальщиков и бактерий. Эти условия в точности совпадают с теми, которые описаны в Библии во время Всемирного потопа. Всё мгновенно погибло под толщей воды. Библия описывает динозавров за четыре тысячи лет до обнаружения их останков. Библия утверждает, что наши предки не были примитивными. Сегодня археологи обнаруживают суперцивилизации, что прямо противоречит теории эволюции. Библия учит, что пещерные люди или отребья земли — это бомжи древности или бродяги, а не наши примитивные предки, как полагают эволюционисты. Четыре тысячи лет назад Бог сказал Иову, «Ты можешь ли связать Плеяды и пояс Ориона развязать?» Однако лишь совсем недавно астрономы поняли, что звёзды Плеяды гравитационно связаны, а звёзды Ориона свободны. Четыре тысячи лет назад Иов сказал, что Бог ветру положил вес, хотя всегда считалось, что воздух невесом. За последние годы метеорологи подсчитали, что среднее грозовое облако вмещает тысячи тонн дождя. Три тысячи лет назад царь Соломон писал о циркуляции ветра. То, что не было известно вплоть до Второй мировой войны, когда лётчиками была открыта круговая циркуляция струйного течения ветра. Три тысячи лет назад в Библии сказано о морских стезях. Но только в XIX веке Мэтью Мори, отец океанографии после прочтения 8-го псалма, открыл океанические течения. Использование этих данных в морских навигаторах позволяет значительно сократить время, необходимое для пересечения морей. Три с половиной тысячи лет назад Бог дал закон людям через Моисея. В нём постановлен запрет на беспорядочную половую жизнь. Современная медицина подтверждает это списком открытых, искрытых венерических и других заболеваний, передающихся половым путём. Также откуда Моисей знал, что самый безопасный день для обрезания младенца — это восьмой день? Сегодня медицина подтверждает, что концентрация протромбина, ответственного за свёртывание крови, достигает максимума у новорождённых на восьмой день. Бог тысячи лет назад прописал в Библии запрет на кровосмешение. Современная генетика подтвердила, что кровосмешения вызывают генетические мутации в поколениях. В 700 году до нашей эры пророк Исаия опередил науку, сказав, что Земля круглая. Также и Христос утверждал, что Его Второе пришествие произойдёт внезапно, на нашем веку, когда одни будут спать ночью, а другие будут работать на поле днём. Это явное указание на вращение Земли и одновременное существование на планете дня и ночи. Опередив науку, Иисус сказал, что в центре планеты находится адское пекло. Приняв смерть на кресте, Он духом спустился в ад. Затем Христос воскрес в новом теле, доказав первый закон термодинамики, что материя и энергия не исчезают, а меняя форму, продолжают существовать. Мы не исчезнем, а будем вечно либо в аду, в своём старом гниющем теле, либо в раю, в своём новом нетленном теле. Сегодня наукой доказано, что Ваша сущность — дух. Ваша личность имеет не физическую, а духовную природу. После пересадки сердца человек не приобретает характера донора. При ампутации конечности не происходит частичной утраты личности. Ваша вечная природа — дух, сердце, душа, разум. Изберите вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. Познайте Его как Бога, через Его живую церковь и через Его вечное слово — Библию. Вы поняли, но оно сильно перекликается с тем, что я сегодня хотел поделиться с вами. И сегодня моё слово, оно звучит очень просто. В простоте сердца оно звучит надеждой вечной жизни. Друзья мои, дело в том, что это видео было показано, как, знаете, противопоставление тому, что сегодня мы слышим в научном мире, что мы слышим в атеистическом мире. Понятно, что это требует большего разбирательства, более глубоких каких-то вещей, но я хотел призвать вас просто к естественному размышлению. Сегодня люди далеки, скажем, от библейских истин. Они сегодня Библию воспринимают как не просто книгу недостойную к прочтению, а как чистую ложь. Но вот эта книга, которую я сейчас держу в руках, она состоит из двух больших книг, из Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет состоит из 39 книг, Новый Завет из 27 книг. И вы знаете, удивительно, что эту книгу писали на протяжении 20 лет. Ее писали люди совершенно разных профессий. Ее писали цари, писали пастухи, писали врачи, писали рыбаки. Интересно, что, например, давится пастухом и потом царем. Лука был врачом и написал две книги. Петр был рыбаком. Но удивительно, что на протяжении этих полутора тысяч лет нет никакого противоречия в Библии. То есть Библия на протяжении вот этих лет, написанной 40 людьми, вдохновленными Духом Святым, представляет одно единое целое. Как и сюжетную линию, одну единственную цель. Цель показать не просто, как мы должны жить на земле, а что нас ждет после смерти. То есть это описание того, собственно, мира, в котором мы сегодня находимся. Они принадлежительно относятся к этой книге и пытаются сами перементировать. И вот читая страницы Библии, на страницах Библии, я всегда вижу этот парадокс. Иисус был очень-очень прост. Его цель – пасти до людей откровение о вечной жизни. Как бы нам понять, дать понять, ребята, мы живем на этой земле, как мы приехали сюда на время и потом перешагнем наш Иордан и перейдем в другой мир. Но люди почему-то так держатся за земное материнство. К сожалению, еще религиозными не имеют ничего общего с настоящей Библией. И вот их религиозная система, она как-то включена в культурный... Смотришь сегодня, вот люди воспринимают... Вот в России официальная статистика говорит, что до 80% людей считают себя верующими. Но если по-настоящему понять, насколько они верующие, нужно посмотреть, сколько из них приходит на богослужение. И оказывается, менее 1%. Менее 1%. На Пасху приходит до 4% россиян. Где еще 16%? Куда они подевались? Что вот как-то религия вплетена в их культурную жизнь. Люди как-то не отличают. Для них вот русская история, Карамзин, Лермонтов, тут же как-то молитва «Отче наш», церкви, крещение в проруби, опять Пушкин, Лермонтов, Бородино, Наполеон и так далее. Все это как-то представляет собой одно единое целое. И люди не поймут, что Христос вот за этими всеми ритуалами хочет достичь нашего понимания, зачем мы здесь, куда мы идем. И Ник Вучич на выступлении хорошо сказал, что у человека есть два самых важных события в жизни. Первое – это когда он родился, и второе – когда он понял, зачем он родился. И мы, как верующие люди, должны осознать и сказать, что вот понял, для чего родился, это когда мы пришли к вечному Богу, когда пришли к Нему через рождение свыше, покаяние, когда сказали «Иисус, Ты наш Господь, Ты мой Мессия, я иду за Тобой, и Твоя книга, Твое слово – это путеводная звезда, инструкция по эксплуатации моей жизни». Но люди как-то так и относятся, как попало. Повесили крестик, сделали ритуал, и возникает парадокс, что сегодня даже религия для многих действует как прививка от принятия Евангелия. Они его как будто не слышат, Евангелие вот за этим культурным наслоением. Давайте откроем Матфея, 7 главу из 21 стиха прочитаем. Матфея 7, 21. Иисус сказал, не я, не Пушкин, он говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем чудеса творили? Тогда скажу им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот все очень просто. Вы знаете, многие оказывается, вот с этим напылением религиозным придут, и он говорит, я вас не знаю, я вас никогда не знал, отойдите от меня, делающие беззаконие. Человек вот пока не познает Христа, он так и будет жить всегда в беззаконии. Я как-то недавно ехал с таксистом, еду, ну понятно, что он не там, понятно, что не священник, от него ожидать нечего, но вопрос другой, вопрос в том, что он мне проповедовал. Поведовал, обычно я так как-то делюсь Евангелем, а тут он обложенный весь, обложенный иконами вдоль, поперек, он весь какой-то религиозный, учетки какие-то, и вот он мне что-то задвигает там, про каких-то святых, еще про какое-то крещение, и тут звонок у него, он берет трубку, и там, что-то в эту трубку, как они с бабами где-то в сауне отдохнули, в следующий раз поедут, как они набухались, вина купили, не вина там, самогонки подешевле, бухали, потом отключил, тут же что-то на дороге произошло, он матом покрыл этого, который, и я смотрю на него, и говорю, слушай, ты не христианин, говорю, он, как, ты что, вот я крещусь, там Русь православная, я говорю, ты знаешь, вот ты посмотри на свою жизнь, говорю, ты даже близко не стоишь к тому, чтобы знать Христа, я говорю, ты настолько далек, и в этот момент я понимаю, люди вот так живут, они вот в этой, у них есть религиозные представления, где они накапливают знания, как покойника выносить вперед ногами или головой, как разбрасывать там эти лепестки или сосновые ветки, но совершенно не имеют представления о слове самого Господа, и поэтому их христианство является, к сожалению, вот у этих людей, является фейковым, и для них вот это, знаете, религиозное напыление, вот это религиозные причиндалы, они настолько сложными, что люди даже по-человечески не могут помолиться, а это же страшно, прожить всю жизнь и ни разу не помолиться, как-то недавно я ехал, вернее не ехал, я в одной из западных стран, ну иммигранты сказали, давай ты же бегаешь, давай побегай, километр пробегал, и вот мы встали на старт, толпа людей, ну западной цивилизации, скажем, не знаю, как это выразиться еще, чтобы никого не обидеть, и вот мы там стояли, и вышла женщина, вернее, она вышла, и что-то говорит, сейчас мы бежим, раздают там медальки, кто первый прибежит, там что-то снимают, полиция стоит, и говорит, сейчас мы побежим, 5 километров, вы молодцы, ребята, это вдохновляет, и потом, говорит, давайте помолим, у вас атеисты, кто-то гомосексуалисты, но дело не в этом, давайте помолим, чтобы все было нормально, и так в простоте, прям микрофон, всем, чтобы хорошо было, Господь благослови, чтобы никто не поранился, не упал, никого машины не шибло, всего доброго, да как благословит Господь, аминь, и вот эта толпа стоит, бегунов на забеге, совершенно светских людей, на улице стоят, и так прям, хор такой прям, аминь, и все побежали, и пока я бежал, я вдруг подумал, так вот, вот в этой стране, и во многих западных странах, процент людей, официально, заявляющих о своей религии, значительно меньше, чем в России, то есть официально, в Америке, вот по-настоящему, не по-настоящему, которые сами говорили, что-то у нас окей, но я думаю, я не тебе, как у нас, искать и помочь, права для людей, у них какие-то нереды, потому что, мои, это шпода у тебя, где она, а кто-то, хочешь, официально, не на слово какие-то нужны, не понять, что делать с собой, нужно, я-то сделали все таким, ни слова не написано, что он был в Реасе, даже не написано, не написано ничего про иконы, только не в позитивном смысле, вот много вещей таких, о которых надо задать вопрос, но о чем че-то, что он постоянно греки, постоянно говорит, ответил ли ты себе на возможности, знаешь ли ты Бога, об их как раз религиозности, и в том, что их дела расходятся со словами, на страницах видны, в ком четко он говорит о том, где мы проведем вечность, вот эти вещи интересные, я помню, как я только начал читать Библию, вот когда только покаялся, читаю и прям думаю, вот либо мы не христиане, либо это не Евангелие, потому что настолько конфликт был явный, и до сегодняшнего дня этот конфликт так и остается, но люди опять же сегодня с упорностью какой-то, ты, вот пока мы Ника Вучича организовали, несколько раз мне задали этот вопрос, как это, ты вот священник, и вот так вот выглядишь, ты пастор, и вот так выглядишь, а это разве правильно, вот эти слова, я говорю, кто тебе сказал, что правильно, неправильно, ну как, ну говорю, ну опущу я бороду, ну одену, обложусь я причиндалами, от этого что-то изменится или нет, а еще вот так с голосом буду говорить, о-о-о, с завыванием, ну, это что-то на тебя повлияет сразу, или тебе это так вот важно, чтобы я говорил не силы Духа Святого, как по-русски, а говорил тебе силы Духа Святаго, причем интересно, что Библия существует на современном языке, совершенно нормально, написано Духа Святого, почему все произносят Духа Святаго, я вообще не пойму, та же Библия, благословленная патриархом, там, русской православной церкви, все это очень сложно, люди задают вопрос, ты знамение крестное, накладываешь на себя, я говорю, нет, да ты ж не спасенный, не Христом, а вот еще матом, бах, меня хлопнул, что я не накладываю, говорю, слушай, это даже противоречит здравому смыслу, вот Ник Вучич, на которого ты пришел, вот он без рук, без ног, он даже наложить не может крестное знамение, он что, в ад пойдет из-за этого, что ли, у него рук и ног нету, а жизнь очевидна, у него приличнее и лучше, чем у тебя раз в сто, и всех твоих соседей, и он приехал рассказать тебе Евангелие, что ты мне с этими руками там, как правильно накладывать, неужели ты не понимаешь, что Господь хочет твоего сердца, твоего отношения, твоей веры в первую очередь, а какой ногой или рукой ты будешь накладывать, это вторично, причем мы хорошо относимся совершенно к другим религиям, я нормально отношусь к любой церкви, я никаких противоречий здесь нет, я говорю, слава Богу, мы готовы пригласить любого священника православного, мы ничего не против, фряс там, бороды, слава Богу, но почему люди делают акцент на этом, и не видят самого главного в законе, и Библия говорит, мы только что прочитали, Иисус говорит, не всякие, поймите, говорящие мне, Господи, Господи, не всякий, который говорит, что бесов изгоняет, не всякий, который пророчествует, не всякий, кто намазался христианством, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего, и вот его воля, она на страницах Библии, давайте посмотрим, следующий момент, это апостол Павел, пишет в послании филиппийцам, с 3 главы, с 18 стиха и вниз, апостол Павел, был неверующим человеком, вернее, неверующим в Христа, он был как раз религиозным, очень сильно, за свою религию был готов там всех убивать, налево и направо, и вот он пишет такие слова, что удивительно, что когда я покаялся, меня зовут Павел, кто вот не знает, я пришел тогда ко Христу, и сообщил своим родителям, о том, что я вот покаялся, и христианином стал, мама как-то с непониманием отнеслась, как и папа, и они, ну все равно воспитывали советскую эпоху, и помню, там мама что-то примерно такое закинула, что как ты нас предал всех, ты там предал наши идеалы коммунистические и так далее, я говорю, мама, ты меня назвала Павлом, ты меня назвала Павлом, знаешь в честь кого она, в честь дедушки, я говорю, нет, Павел, это был апостол, и все люди, которые называются Павлом, это все наследники апостола Павла, его честь называют, она, да, серьезно, я говорю, да, и вот я выполняю то, в честь кого ты меня назвала, вот что Павел сказал делать, то я и делаю, понимаешь, Поэтому ты виновата. Мама, я эту историю рассказывал, и она первая покаялась на нашем богослужении. На первом богослужении покаялась именно она. Прекрасная женщина моя мама. И вот апостол Павел пишет. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их бог чрева. И слава их в сраме, они мыслят о земном. Вот апостол Павел говорит о людях, причем таких, которые как-то вот, как-то боком припеком знают, как будто Христа. То есть каким-то образом люди, которые то ли были при церкви, то ли они называют себя христианами, то ли еще чего-то. И вы знаете, удивительно, что Христос умирал на кресте не для того, чтобы у нас было красивое украшение в бриллиантах и в золоте. Вот крестик на шее. А чтобы крест прошел в часть нас, мы поверили, что через него наше спасение. И Павел говорит, а сегодня они поступают как враги того Христа, который висит на их шее. Вот тот крест, который есть на их груди, он свидетельствует скорее о том, что они его враги, а не его сторонники. Потому что если бы они знали того, который представлен на их груди, тогда бы жили совсем по-другому. Тогда бы совсем другие у них были интересы в жизни. И дальше объясняет интересную вещь. Говорит, наше же жительство, третий, двадцатый стих, на небесах. Откуда мы ожидаем и спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силой, которой он действует и покоряет себе все. Ай, потрясающе. Вообще, если вдуматься, я всегда думаю, Библия, друзья мои, вот как мы смогли ее сделать скучной книгой? Как человечество превратило его в какую-то скучную, какую-то вот невменяемую книжку? Люди не читают, читают Достоевского больше, чем Библию. Слушайте, вот Достоевского читаешь, до третьей главы доходишь, понимаешь, что он точно Достоевский. Ну достал уже. А Библию читаешь, она тебя оживляет, вдохновляет тебя. И вот здесь Писание говорит, наше же жительство на небесах. Что значит мое жительство на небесах? Павел говорит, мой паспорт, мое гражданство на небесах. То есть, моя настоящая родина, она там. И говорит, люди, неужели вы не понимаете, что вы здесь в командировке? И в этой командировке у вас нет ничего своего. Вы думаете, что свое? На самом деле, это просто вам дано на время. Вам хозяин, шеф дал тебе дорогу на проезд, купил тебе билет, дал тебе гостиницу, дал тебе все. И потом ждет, когда ты приедешь с командировки. И представь, ты приедешь с командировки и скажешь, да, он говорит, а ты договор заключил, ты сделал то, ради чего я тебя послал. А ты говоришь, да нет, пропил, прогулял, ну там еще чем-то позанимался. Чудное время провел зато. Шеф скажет, слушай, ты что-то не то сделал. И Павел говорит, мое гражданство на небесах. Даже если мои глаза говорят об обратном, я четко знаю, что я гражданин другого государства. Представь на минуту, ты оказался в Папуа Новой Гвинеи. Вокруг тебя только одни смуглые люди, черные люди, у тебя другая климат незнакомый твоему глазу. И тебя там еще, не дай бог, побили. И ты говоришь, ребята, я гражданин другого государства. Мои глаза, да, видят другую атмосферу, незнакомую. Здесь не русские люди. Но мой паспорт, мой Российской Федерации. Из-за меня заступится, ну там, мое государство. Посольство должно вмешаться. Потому что я здесь чужой. И вот точно так же Павел говорит, люди, вы что не понимаете, что наша паспортная прописка, она в другом месте. Она в другом мире, который Бог создаст после существования этой вселенной. Поэтому Павел так ясно заявляет, откуда мы и ожидаем спасителя. То есть он говорит, мой флот придет из России, там спаситель мой. Он оттуда придет, спаситель, если со мной будут проблемы какие-то. Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело преобразит. Он говорит, мое тело, которое зажирено грехом. Грехом, который передался через Адама с Евой. И я живу в грешном мире. И вот мое тело, он однажды преобразит в новой жизни, после черты смерти. Но люди так живут, как будто бы их цель существования, сделать свою жизнь максимально комфортной здесь. Вот здесь на земле комфортной. Но не эта цель. Ты обманываешь сам себя, даже если ты достиг высочайшего полета в комфорте, и ты смог даже сам себе показаться мудрым, что обогнал других. Иисус говорит другую причину на эту тему. Он говорит, пожалуйста, давайте. Луки 12 глава 15 стих. Такая потрясающая, освежающая, вдохновляющая и опускающая на землю притча. Иисус говорит, при этом сказал им, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Иисус говорит, понимаете, ваше спасение, оно никак не зависит от количества денег в вашем кармане. Вот удивительный момент, что почему-то вот у многих людей даже здесь какой-то конфликт. С одной стороны, они хотят зарабатывать деньги, с другой стороны, их церковь учит, что они должны быть нищими. И у них конфликт, они что-то там покупают, откупаются, как-то молитвы заказывают, для того, чтобы вот их образ жизни каким-то образом нейтрализовался перед лицом Господом за счет молитв других. Это обман, полный обман. Господь говорит, к твоим деньгам твое спасение не имеет никакого отношения, причем независимо от того, нищий ты или богатый. Потому что у многих наоборот философия, нищие войдут только в Царствие Небесное. Это не имеет никакого отношения. Отношения имеет только твоя вера и твоя жизнь. А все, как ты распорядился финансами, это вторично. Удивительно, что недавно я как-то, да, я как-то вообще заметил по жизни, наверное, как и вы, что обычно вот две категории людей, наиболее жаднющие почему-то и держащиеся сильно за свои финансы. Это вот именно категории. Это вот самые нищие, первая категория, которые всегда выживают. У них они за каждую копейку дерутся. И вторая, это самые богатые. Вот как ни странно, хотя сейчас очень часто модно говорить о том, что богатые тоже щедрые, неправда. Вот чисто неправда. Я из своей жизни, из своей практики беру. Самые жадюги это нищие и богатые. И недавно подъезжаю на заправку. Встречаю как-то одного заправщика, ну не недавно, какое-то время назад, и как-то его спросил, кто дает ему чаевые. И удивился простой заправщик. Он вдруг мою философию подтвердил так легко и спокойно. Он говорит, вы знаете, пока заправлялся, говорит, самые обычные люди, которые за каждую копейку давятся, это, говорит, вот люди на самых дешевых автомобилях. Это всегда какая-то Лада, какая-нибудь старая Нива, какой-нибудь старый Запорожец. Они, говорит, обижены на жизнь, злющие, всегда они обижены на президента, на заправщиков, на людей, на тебя, на всех, на жену, на всех. Они злые, у них всегда нет денег. Они заправляются на копейки, на последние, и злющие уезжают. И, говорит, еще лучше, худшая категория, это от Мерседеса и вверх. Говорит, эти нас вообще за людей не считают. То есть они убеждены, что вот им все обязаны по жизни уже с другой стороны медали. Что они настолько умны, велики, величественны, что этот мир, он существует как предаток просто их существования. Они, говорит, никогда не бросят тебе эти 20 рублей, которые ему даже не карманные деньги, даже не карманные. Но он настолько велик, небожитель, что он даже 20 рублей тебе не даст, простому заправщику. Он, говорит, даже не здороваются с нами, не общаются. И я думаю, интересное подтверждение. Об этом уже написано в моей Библии, как и в твоей. И он, говорит, не зависит жизнь человека от его имения. И дальше, говорит, и сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам в себе. Смотрите как, сам в себе рассуждал. Ну каждый рассуждает, да, и вот он рассуждал сам в себе. Сел и думает, вот я что сделаю. И говорит, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Придумал. То есть такой план стратегический. Нарисовал себе. Взял себе флипчарт. Рисует стратегическое планирование. Говорит, что я сделаю? А вот что я сделаю. Сломаю житницы мои. Построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Ну это же в те времена были, да? Сейчас бы по-другому, наверное, звучало. В банк вложу, там еще что-то. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Вот как я. Покойся, ешь, пей, веселись. Вот такой пассаж. А потом мы сейчас продолжаем. Посмотрим, что дальше Господь сказал. То есть он такой спланировал и говорит, как я крут, другими словами. Я умнее, чем все остальные. Я удачливее. Я вложил правильно деньги. Я за стройки сделал хорошие домов. Я продал по высшей цене. Я нефть купил вовремя. Открыл компанию вовремя. Но я крутой. Я. И обратите внимание, ты сейчас скажешь, а с чего я? Да он все себе приписывает полностью. В каждый стих. Смотрите. Начиная с 18 стиха. Сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы чьи? Мои. Во. Вывели на экран. Мои. Построю большую. Соберу туда весь хлеб. Мой. И все добро мое. И скажу душе моей. Вот мужик, мое, мое. И он перепутал. В самый главный момент жизни, он просто перепутал, что его-то на земле ничего нет. Даже тела твоего нет. Это не твое. Просто не твое тело. Вот это все. Его у тебя пык и заберут однажды. И смотрите, Господь выносит вердикт. В следующем стихе. Очень простой. 20 стих. 12.20. Написано, но Бог сказал ему. Представляешь, как страшно. Бог вышел и говорит, ну ты спланировал все, у тебя флипчарты, там у тебя все ты разрисовал, все, у тебя коучинги пришли, научили тебя. Следующий, куда ставки сделать, куда пойдет нефть вверх-вниз, что там будет у нас с трейдингом. Все. Вся риторика успешного человека. Он говорит, да вот проблема одна. Ты чокнутый, он говорит. Это не я сказал в Библии. Безумный. Безумный переводится. Даже более страшное слово, просто здесь помиловали. Такое вот. Ну, безумный. Говорит, ты ненормальный, понимаешь? Ты чокнутый, потому что. И ты ничего не понял в этой жизни. Ты все перепутал. Ты подумал, что ты так крут. Ты подумал, что твое существование на земле, это исключительно жить ради более следующих достижений. Была одна машина, стало круче. Было одно жилье, сделал дворец. Были одни ставки, сделал еще более большие ставки. Ты несчастный, потому что ты все перепутал на земле. Понимаешь, от этого не зависит твоя жизнь. Не будущее, и причем не настоящее. А как это не настоящее? Мне стало комфортнее, комфортнее. А душа твоя не стала более счастливой. Ты заметил? И Ник Мучич хорошо тоже про это сказал. Он говорит, я встречал людей и удивился, что многие богатые люди, они более несчастные, чем бедные. Потому что столько головоломок, столько расплачиваться нужно то своими детьми, то здоровьем, то семейной жизнью. У настоящих друзей проблем много. И вот он говорит, Господь, ты безумный. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Ты, говорит, что заготовил? А куда ты пойдешь-то? Ты понимаешь, что за чертой смерти там ничего не будет? Тебя положат деревянный ящик, очень недорогой, кстати, по отношению к тому, что ты заработал. И там будут тебе песни, а ты не услышишь. Пиджак тебе могут одеть отверсачьи, а смотреться ты все равно будешь плохо. И даже если тебя облекут самые красивые формы, даже все будет удовлетворять, цветы, одежда будет классная, все классно, все равно ты не знаешь, куда собрался. Знаешь, если ты оделся, ты хоть собрался, то на свадьбу, то в ресторан, а тут не знаешь, куда идешь. Караул. Просто караул. И он говорит, Иисус, 12, 21. Вот так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Как это в Бога богатеть? Оказывается, можно богатеть в Бога. И когда я говорил с тем же опять Ником Вутичем, о котором сегодня много речи, но он только что уехал, поэтому я так вспоминаю его постоянно, он говорит, да моя цель, основная, вот цель всей моей жизни, это максимально распространить Царство Божие. Всем, как я могу. И говорит, и Господь дал мне такой хороший инструмент. Инструмент, что у меня нет рук и ног. И я думаю, надо же какой инструмент. Он говорит, это Господь возложил на меня миссию, чтобы я мог прийти и людям донести Царство Божие. Чтобы они услышали, что нельзя жить, жить только земным. Что апостол Павел сказал про тех людей, которые, их погибель, враги Креста Христова? Он говорит, потому что думают о земном только. Вот просто такая фраза. Думают о земном. Только о земном комфорте. Только о земных мероприятиях. Только о земном. А религия, это некая приукраса моего земного существования. Чтобы в гробу хорошо смотреться. Ну и чтобы там повенчаться, когда поженим себя, там креститься еще. Ну и какие-то причиндалы сделать религиозные. А ко мне, к моему сердцу, это не имеет ни малейшего отношения. И это видно. И поэтому Христос, как мы вначале говорили, заявляет им, говорит, вы мне говорили, Господи, Господи. Говорили в какие-то моменты религиозные. Там что-то тоже стояли вот в этих религиозных очередях. Как-то все. Выполняли свои религиозные правила. Но я вам скажу, я вас никогда не знал. Поэтому, когда вы придете ко мне на небеса, вы будете стучаться, но вы граждане другого государства. И знаете, страшно как? Когда у тебя паспорт не того государства, или фальшивый. И государство говорит, нет, я тебя взять не могу. Ты не принадлежишь нам. Мы не можем за тебя заступиться. Идет такая команда. Прям как получать идут в 90-е годы. Слава Богу за вас, братья. Иоанна 5 глава, 24 стих. Иоанна 5, 24. Иисус говорит, Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Слова Иисуса до сих пор актуальны. Две тысячи лет. Ничего не изменилось. Иисус говорит, Послушайте, истинно, истинно говорю вам. То есть, другими словами, ребят, вот вам много информации закладывают в мозги. Вам так много всяких проектов. И вас просто могут разводить, что вы даже не понимаете где. И причем сатана, враг душ человеческих, он всячески оттягивает человека от церкви. Не ходи, там будет только плохо. Не слушай. Вот это не надо тебе. Все, у тебя есть своя религия, все, занимайся спокойно. Там у тебя что-то заберут. Слушайте, Иисус пришел, чтобы дать, а не забрать. Его цель, чтобы ты имел жизнь, жизнь с избытком. Вот в чем цель. И сатана, враг душ человеческих, он как раз-то нас, как людей, забирает в свою компанию и говорит, я, меня ждет озеро огненное, и их пусть ждет озеро огненное. Я гибну, и пусть они погибнут. Но Христос и оценил нас в цену своего собственного сына. Господь оценил нас. И он сам отдал свою жизнь за нас. Он пришел, выкупил нас из этого, я не знаю, бедлама. Вытащил своей ценой, кровью, чтобы другими словами сказать, пусть этот парень, который все это затеял, он один пойдет в преисподнюю. Он один будет отвечать. А вас я хочу искупить. Поэтому он говорит, всякий, кто слушает мое слово. Какое слово? Не пастора, даже никого-то, не священника, одного лишь только. А когда слово Божие оживает для него, для тебя, ежедневном хождении с Богом. Когда Библия становится просто интересной. Но она не всегда интересная. Но если ты ее сделаешь интересной, она будет интересной. Но если что-то Достоевского может сделать интересной, то уж тем более Библию. И когда ты читаешь Библию, она становится, становится твоей жизнью. И он говорит, если ты слушаешь слово мое, веруешь в пославшего меня, то есть в Бога веришь, то имеет жизнь вечную. Вот оно, корневище. Он говорит, да ты для вечной жизни призван, для вечной. Энтропия это не твое. Энтропия это результат греха, когда все распадается. Вы, наверное, слышали энтропия. Это второй закон термодинамики. Что все на земле стремится к хаосу. Все. Если туда не будет воздействия извне. К хаосу все. Вселенная, планета, земля, человек, он стареет, цветы разлагаются. То есть все стремится к хаосу из-за греха. И Господь говорит здесь, но если ты имеешь Христа в сердце, принял его как спасителя, вот тогда ты имеешь вечную надежду. Ты говоришь, ааа, Господь восстановит. Энтропия больше не будет иметь силы. Грех не будет меня больше разрушать. Не будет больше эта сила разложения влиять на мою душу. И на суд, написано, не приходит. А мы все с вами перепугались страшного суда. Нам эти картинки средневековые нарисовали, что всех нас приведут на суд, и всех нас будут судить. Нет, суд будет, безусловно. Но есть несколько видов судов, об этом отдельная тема. Но один из судов, это суд погибели. Другой суд, это суд Христов, судилище Христова, где каждому дадут награду. Это как, знаете, презентация, каждому награду за то, что он сделал в теле. А вот на суд, который определяет вечную погибель, туда не приходит человек, верующий в Христа. По-настоящему. Потому что это надежда. И ты приходишь, когда ко Христу, ты говоришь, вот мой паспорт, я принадлежу небесам. Это мое жительство. На земле я был в командировке. И все, что я мог, Господь, как мог, со своими, может быть, ошибками, со своими слабостями, но я хотел идти к тебе. Поэтому я приходил, слушал твое слово, как мог. Я приходил, хотел исполнить волю, которую ты предназначил мне. И последний пассаж на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. В прошедшем времени стоит слово перешел. Уже все. Вышел оттуда и пришел в жизнь. И жизнь, которая зародилась в тебе сегодня через веру в Христа, эта жизнь перенесет тебя через черту смерти. Поэтому каждый верующий человек имеет эту великую привилегию, иметь надежду. Даже в миру, говорят, надежда умирает последней. Так вот, друзья мои, у нас она вообще не умирает. Надежда. Надежда не умирает. У меня есть надежда на вечную жизнь. У меня есть надежда в то, что Господь не оставит меня. И если Он привел меня в этот мир, поставил в своем календаре дату моего рождения, то Он поставит на календаре дату моего отшествия. Просто отшествия. И это даже не так важно, что там будет, как это будет происходить, насколько сложно. Главное, что я знаю, я перейду в новый мир с моим паспортом небесным. Вот когда ты понимаешь, что у тебя небесный паспорт, так тебе сразу просто общаться с людьми разных национальностей. Это не играет никакой роли. Кто из нас русский, украинец, американец, африканец, индус? Не играет никакой вообще роли. Вообще. Но люди на земле настроили границ, потому что так и не поняли, к какому царству они принадлежат. Я сейчас все больше и больше выставляю постов, например, в своих социальных сетях о пацифизме. Больше и больше. У меня там соперники всякие пишут, что там, да никогда не будет на земле мира, да войны всегда были, да всегда враги воспользуются пацифистской позицией. Я говорю, да-да-да, я согласен, и Библия говорит о войнах, все это есть. Но вы должны понять, что в природе Бога есть вещи, вернее, нет вещей, которые нам кажутся естественными. В природе Бога, в самой природе нет смерти. Бог бессмертный, у Него нет смерти, никто у Него не умирает, и Он сам не умирает. В природе Бога нет болезни. Мы не можем себе представить Бога, как Ника Вуйчича, без рук и без ног. Бог не болеет, у Него нет кашля, Он не ездит на инвалидной коляске. Бог, это Его природа, здоровье, это в Его сущности. Бог не нищий, в Его природе нет нищеты, недостатка. У Него всегда все изобильно. Мы смотрим на мир, Он цветет, там столько красок, там столько богатств, там столько разнообразия. В природе нет нищеты. И в природе Бога точно так же нет понимания войны, убийства и оружия. Его нету. Бог не делает себе пулемет, чтобы кого-то убить. Он не хочет ни с кем воевать. И тогда мы понимаем, что Бог изначально есть любовь. Это Его божественная позиция, любить. И вот этот посыл, Он постоянно делает нам на земле, поэтому Иисус пришел не разобраться, уничтожить, а спасти погибшее. Это Его, Его сущность. А на земле, безусловно, у нас бывают кривизны. Но сущность Его вот в этом. И поэтому какая великая надежда попасть с Ним в вечное царство, где не будет ни слез, ни болезни, ни горя, ни разводов, ни убийств, ни нищеты, ни голода, а будет прекрасное царство, которое Он сам по новой создаст. И Библия говорит, Он даст нам новые тела, которые не будут болеть, разрушаться. И вот с этой надеждой мы с вами живем. И должны не стыдиться этой надежды, говоря другим людям, присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь, присоединяйтесь к Его царству, там, где Он царь. Там нет коррупции, там нет никакого, знаете, никаких сложных политических дебатов. Там просто царь царей, Господь господствующий. Как красиво звучит, да? Царь всех царей, президент всех президентов. Однажды пастору Йонгичу в Южной Корее позвонил президент Южной Кореи. Ну, он известный пастор, у него огромная церковь. Позвонили, а он молился в это время. И секретарь взяла трубку, и там сказал президент, говорит, позовите пастора Йонгичу. Она говорит, сейчас. Пошла, и он молится. И возвращается, и говорит президенту, простите, господин президент, он не может взять трубку. И президент говорит, вы что, не поняли? Вам звонит президент, пожалуйста, передайте пастору. И она замешалась и говорит, простите, но он сейчас разговаривает с президентом всех президентов. Поэтому, когда мы почувствуем в своем сердце, да, мы русские, у нас есть прекрасная страна, которую мы любим, которую мы благословляем, но есть президент, есть другое жительство, и наша награда там. Поэтому, друзья, вот с этой мыслью мы должны всегда жить и уповать на Христа. Давайте поднимемся и будем молиться. Дорогой Иисус! Дорогой Иисус! Дорогой Иисус!